Привет всем! Хочу вам сегодня рассказать, как сделать крем для глаз. Я вот специально не использовала крем, чтобы вам показать, как это работает. Вот смотрите, у меня вот здесь, снизу вам будет видно, не смотрите, что я не накрашенная, да, я не крашусь, я уже старая. У меня вот здесь началась аллергия от холода. Что делают люди? Они сразу бегут к врачу и берут крем на цинке. Я вам покажу вот этот крем для глаз. Он именно только для глаз, почему-то, потому что здесь самые дорогие масла, да. И вот как, упс, смотрите, он у меня еще горячий. Видите, он немножко потек, я его только сделала специально для вас, видите, я вот пальцем проткнула. И теперь я вся, смотрите, в этом креме, видите, брезу, тоже он горячий. Не смотрите на качество видео, да, у меня просто времени нет, я вам сейчас сниму. В общем, когда он затвердевеет, он будет вот такой, вот так, я вам так же показывала, так же, как и губнушка, он вот так пальцем проведете, он будет мягкий, да. Вот, и так как это мой крем, видите, это же мои деньги. Ничего страшного, что, блин, как я сейчас кофту немного отстираю, смотрите. И вот так вот вокруг глаз на ночь, ну, можно тоже утром, но женщины красятся утром. Поэтому на ночь, когда вы свою краску смываете с лица, вы вот так вот натираете. Я вам гарантирую, через 2-3 дня у вас вот здесь, вообще на глазах, вот это вот, если у вас аллергия, и вот начинают, знаете, вот глаза, как вам сказать, они... Ой, они начинают сушиться. Через 2-3 дня у вас ничего не будет. Просто посмотрите. Вот так вот, да? Вот, смотрите. Ну, все, все испачкалось. Как свинюшка, блин. Вот. А, ну, видите, крем-то сразу размажу. И этот, почему его надо подавать, этот крем дороже, когда вы его сделаете, я вам рассказывала, да, то наливать надо его в маленькие беленькие... Все, опять поселила, что ли? В маленькие беленькие коробочки, я вам показывала в прошлый раз, которые для губ, где 7 грамм, вы бальзам для губ продаете, допустим, по 4 доллара, да, я вам на канадский скажу, то вот этот уже для глаз вы продаете за 7 долларов, да, потому что не в 2 раза, а чуть-чуть меньше, чем в 2 раза, потому что у него больше, больше дорогих масел, да, для губ дешевле, для глаз дороже. И когда вы будете делать крем для глаз, никогда не добавляйте туда никакие запахи, потому что кожа вокруг глаз, она самая чувствительная, самая нежная, да, и вот этими запахами вы просто раздражите всю вот эту оболочку, и потом у вас глаза будут слезиться, да, поэтому с кремом для глаз будьте аккуратны, ничего химического туда не добавляйте вообще. Значит, на чём он основан? Само... Да, взяла, я перевернула опять. Смотрите, на чём он основан, я сейчас вам покажу сам. Состав я напишу в описании по граммам, да, а так я вам сейчас покажу, из чего он основан, да. Видите, нифига не получается, потому что я, блин, думаю об этой всей ситуации, думаю про эти мысли и всё, и концентрируюсь. Значит, я вам показывала, это воск, воск, помните, я вам показывала, если можно сделать как конфетки, здесь уже 8 грамм сразу, да, или что, если у вас воск, вы его возьмите, просто растопите, разлейте на какую-нибудь плёнку, он когда затвердевеет, видите, он получится вот такой тоненький, и вам будет вот легко его, видите, он так легко разламывается, именно столько грамм, сколько вам надо. Если вы делаете крема, у вас обязательно должны быть весы, да. Потом основное, это идёт оливковое масло, я беру холодного выжимания, да, ну в Канаде немножко потешевле, наверное, чем в России. Потом это масло виноградных косточек, потом это масло авокадо, потом я беру масло жожоба и витамин Е. Я вам скажу, что почему именно эти масла, потому что прежде чем делать этот крем, я на себе всё экспериментировала, я читала всю информацию в интернете, какие масла для чего больше подходят, да, не все масла, которые подходят для глаз, подходят для губ и подходят для рук, да. Вы можете этим кремом и руки мазать, это, конечно, для всего тела лучше, но в цене, да, если для рук достаточно просто как бы подешевле крема, это вот оливковое масло, там вот и воск, да, то для глаз надо дороже, потому что чем нежнее кожа, тем она как бы дороже обходится вам, понимаете. Глаза самые дорогие, да, самая нежная кожа. Здесь немножко подешевле, да, но которую мы намажем, крем на ноги мы не намажем его на лицо, потому что для лица всё-таки надо тоже подешевле, да. И вот ваша цена, я вам говорила, да, потому что простой крем, что делают люди, вы идёте и к врачу говорите, ой, у меня вот здесь всё, кожа обшелушилась, и вам врач даёт химическую, а всё это всасывается в кровь, да, поэтому пчеловод, прежде чем продавать эти продукты, вы должны использовать их сами. Используйте сами, показывайте на себе, что с вами всё нормально, что это действительно работает, да. В общем, если, и какой состав, я пишу в описании. Если вам это будет полезно, продавать ваш пчелиный воск, и это воск забрусный, смотрите. В крема всегда используйте только забрусный воск, никогда не используйте дешёвый товар, потому что, как бы сказать, я вам просто скажу, что обмануть можно человека, но свою совесть вы же не обманете. Вот понимаете, да, вот я вот не знаю, как донести до людей, просто сказать, что многие люди вот обманывают с мёдом, обманывают с воском, пытаются вот это всё обмануть. Я просто скажу, вы же не людей обманываете, которые это покупают. Вы как бы себя обманываете. Вы воруете не у людей, вы воруете у себя возможность опять попасть в рай, понимаете? Потому что это всё вокруг вас, это всё сохраняется, всё, что вы в жизни сделали. Поэтому у нас сейчас каждый день день сурка. День сурка до тех пор, пока вы не остановитесь. Я имею в виду не те, кто меня смотрит, а человечество не остановится делать преступление. У вас каждый день будет день сурка. Надо просто всем проснуться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok